И тогда, в конце мая, госпожа Савченко попал в плен, в Луганске. Это как раз был момент, когда выбирался Петр Алексеевич Павшенко в Касибинске. Я вам скажу честно, они могут проверить. Я периодически вел переговоры с известными террористами, такими как Безлик, такими как Захара, Захарченко, такими как, я не знаю, Ташкент. По обмену пленными, потому что периодически попадали наши люди в плен. Их надо было забирать. И помогало нам в СБУ, мы совместно с ними вели операции по обмену плен. То есть пленные, которые попадали в наши войска, мы сдавали в СБУ, а потом их обменивали на наших ребят, которые были там. Я очень прошу поблагодарить, во-первых, всех участников. И прошу еще раз, засыпать ваши объяснения на именно тих датах, которые были там. Вот тогда, когда Захарченко попала в плен, я связался с Безлиром. И вот встал мой вопрос, можем поменять. Я ее забил оттуда, мне нужна некая Наталья Иванова, которая здесь, здесь, чтобы она пили сидела в СБУ. И я тогда, чтобы мы в Коломойске звонили, Заливайченко, я здесь, в общем, мы, в принципе, почти договорились отменять надежду Сабченко на какую-то там Наталью Иванову, которую захватили там в Донецкой области. Когда Петр Алексеевич стал президентом страны, он тогда не совсем еще понимал, как это вообще происходит. И все было договорено. И в какой-то момент сказал мне, надо, чтобы президент дал добро. Я тогда взял сестру, сестру Задежды Савченко, Веру Савченко. И мы ее можем спросить, когда она это подтвердила. Взял Задежда и повел в администрацию президента. Ну, президент ее не принял, но принял ее Борис Порш. Мы договорились. Я рассказал, по какой процедуре могла Борис, когда был Курчин. Они это послушали и сказали, что в принципе, да, они согласны, но есть нюансы, надо подумать. В результате этот обмен не состоялся. Потому что Порошенко не дал добро на этот обмен. И когда я сказал, что уважаемый Борис Евгеньевич Курчин, я обогласил его. Вам придется менять эту женщину через все международные организации, которые только есть в мире. Если вы не сообразитесь на этот обмен, тогда будет такая политическая жаль в России. И вот передадут в России. В результате обмен, вот такой вот проблем. Но меня не услышали. Тогда впервые не услышали. Ну, бывает. Дальше. Я хочу сказать, что вот шла история, какая-то, да? У меня были личные беседы с президентом. Он иногда советовался. Но, дело по-своему. Допускало шли. Но, потому что он опаздывал. Опаздывал. То, что мы прошли 3-4 месяца назад, он только поздавал. Поэтому он принимал это решение. Поэтому в какой-то момент в вашей жизни. Наши взгляды на жизнь разошлись. В марте месяца 2015-го. Ну, шли в отставки. С Днепропетровской областью. А когда меня пригласил послодиноватор. И сказал, ну, тут такая ситуация, тебе надо уйти. А чем будет? Ну, ты понимаешь, ты герой, ты многое сделал. И все хорошо. И там что-то у вас происходило в этой днепропетровской области. Что один Господь Бог разберется. Поэтому все лучше уехать. Потому что президент настаивал, чтобы ты уехал. Спасибо. Спасибо. Спасибо.